Волгоградская больница номер 18 скоро изменит свое предназначение. К осени этого года помещение переоборудуют в спецприемник для содержания нелегальных мигрантов. Здесь они будут ожидать депортации на родину. Работы по восстановлению корпусов бывшей городской больницы номер 18, здесь будет располагаться центр депортации нелегальных мигрантов, идут полным ходом. За время простоя здания изрядно обветшали. Им требуется серьезный капитальный ремонт. Эксперты говорят, в реконструкции нуждается все, кроме несущих стен. За два месяца строители уже демонтировали кровлю, приступили к восстановлению крыши и начали проводить инженерные коммуникации. Несмотря на холодную погоду, работы идут строго по графику, уверяют подрядчики. Здесь в первую очередь идет работа реконструкция, это все больницы, все внутренний демонтаж, кровлю все делается, все коммуникации делаются, отопление, наружное отопление, наружная цеплотрасса, сантехника, водопровод и работа перестройки и кровли. Реконструкция горбольницы оценивается в 170 миллионов рублей. Будущий центр временного пребывания незаконных мигрантов будет включать три объекта. Это административное здание, в нем смогут находиться 35 человек, изолятор для временного содержания и отапливаемый переход. Общая площадь застройки, по оценкам специалистов, 6 тысяч квадратных метров. Открытие центр планируется осенью этого года. Ход строительных работ будет тщательно контролироваться руководством области. Объекты к таким пристальным вниманием. Здесь сегодня руководители строительного отзора и комитета по строительству, и заказчик. В таком ежедневном буквально режиме этот объект будет мониториться, для того, чтобы не позволить подрядчику сорвать взятые на себя обязательства. Ежегодно Волгоградская область принимает у себя несколько десятков тысяч мигрантов из стран СНГ. Причем только в прошлом году 2000 человек находились на территории нашего региона нелегально. Раньше, до выдворения из страны, они отправлялись в полицейские изоляторы временного содержания. Теперь в Волгограде появится свой центр депортации. Людмила Кухарева, Алексей Лунев, телекомпания Ахтуба.